В Люберецком управлении МВД прошел день открытых дверей. Полицейские рассказали школьникам о службе в органах внутренних дел, а также пригласили их в музей, где собраны экспонаты, которые рассказывают о работе Люберецких стражей порядком. В следственной оперативной группе всегда выезжает эксперт-криминалист, который берет с собой волшебный чемоданчик. Тут собраны все вещи, которые помогают найти, зафиксировать и изъять следы преступления. Майор полиции Владимир Одиноков наглядно продемонстрировал, как и для чего снимают отпечатки пальцев. Ребята узнали, что делают это не только при расследовании уголовных дел, а прежде всего для возможности распознать личность. Ради спасения жизни человека можно идти по базе данных по отпечаткам пальцев. Школьникам рассказали об ответственности за совершение преступлений, напомнили о мерах личной безопасности при общении с незнакомыми людьми и о правилах поведения на проезжей части. Вы все сегодня стоите здесь, в музее Люберецкого управления внутренних дел, который свое исчисление начал с 1975 года. Председатель Совета ветеранов Люберецкого УВД Михаил Архипов рассказал о героических поступках сотрудников правоохранительных органов. Старший лейтенант милиции Александр Федянин, чье имя носит одна из улиц в Краскове, в 1980 году спас двоих мужчин, которые, замеряя колодец теплотрассы, отравились газом. В результате он их вытащил, а сам погиб. И он был возрожден орденом «Знак почёта». В 30 лет он отдал жизнь за спасение двух людей. В музее школьники увидели изъятое у преступников огнестрельное оружие и предметы, с помощью которых совершались кражи и разбойные нападения. Особое внимание привлекли награды и форма сотрудников УВД. Некоторые ребята после окончания школы решили стать полицейскими. В Люберецком управлении МВД такие встречи проводят регулярно. И они приносят хорошие результаты. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.